Привет друзья! Ну вот и практически развязка моей истории борьбы с пастерилезом. В предыдущих видео сначала я показал общий масштаб трагедии, а также характерные симптомы, позволяющие распознать болезнь или хотя бы насторожиться при первой гибели или странном поведении кролика. А сегодня я расскажу как лечил, что предпринимал для спасения своих животных и расскажу, что бы сейчас сделал возможно иначе после полученного опыта. Итак, по порядку. Когда летом у меня возникли первые случаи кривошеи и коллеги подсказали мне, что это хроническая форма пастерилеза вероятнее всего, я сразу уточнил у специалистов, что предпринимать в этой ситуации для профилактики. И общей рекомендацией было комбинированное применение сульфаниламидов и антибиотиков. Я купил трисульфон. Это специальный ветеринарный препарат из группы сульфаниламидов как раз. На самом деле сульфаниламиды это по сути те же антибиотики, на мой взгляд. Ну, если это антибактериальный препарат, это и есть антибиотик. Не знаю, зачем была нужна эта игра терминами. Да, они относятся к производным сульфаниловой кислоты, но их назначение антибактериальное. Да, своя подгруппа, как есть группы пенициллинов, тетрациклинов, эритромицинов и так далее. Но тем не менее. Купил трисульфон, пакеты по одному килограмму по цене две тысячи рублей за килограмм. Итого пять пакетов мне надо было на мою поголовье. Это 10 тысяч рублей. Далее антибиотик. Я на том этапе летом решил использовать байтрил, который просто у меня был на то время и я его время от времени применял для своих животных. Это специальный ветеринарный антибиотик, действующее вещество энтерофлоксацин. Флакон по 100 миллилитров стоит 340 рублей. 4 флакона вынь да положь. Ну, 1400 рублей, округлим. Тактика лечения предполагает три дня пропаиваем сульфаниламидами, затем три дня колем внутримышечные антибиотики и затем снова три дня поим сульфаниламидами. По оптимистичным заверениям ветеринарного врача, даже животные с хронической формой пастерилеза после этого будут здоровы и пастерилез из них исчезнет без следа. Ну, разумеется, с общей дезинфекцией помещений, там клеток и так далее, с обжиганием. Опровержение этой оптимистичной теории вы могли посмотреть в моем видео про массовый падеж кроликов. Несмотря на эти довольно трудоемкие и не самые дешевые мероприятия, пастерилез никуда не ушел, а лишь затаился и в такой бессимптомной хронической форме ушел в подполье, где партизанил около полутора месяцев. И накопив сил, пастерилез ударил в остром своем проявлении со всеми вытекающими. Еще несколько слов от данной начальной стадии моей борьбы. Тресульфон это белый порошок, растворимый в воде. Ну вот я бы вас хотел предостеречь от его не совсем правильного использования с учетом количества моих кроликов, клеток, поилок. Я понимал, что такого количества чашечных поилок, ну чтобы пропоить тресульфоном, мне просто не найти, чтобы одновременно пропоить около двух сотен посадочных мест, ну на молодняк, там одна поилка на двух-трех, но неважно, все равно это очень много. Поэтому я растворял этот препарат в емкостях для воды, откуда у меня и запитанные ниппельные поилки. Вот не надо так делать. Или будьте готовы к тому, что через три дня вам надо будет полностью промывать всю систему, что весьма трудозатратно. Тресульфон образует на дне и стенках емкости, такой склизкий осадок, забивает ниппеля, вода идет очень плохо потом. Кролики на препарат реагируют тоже нехорошо. Он им не нравится, резко снижается количество употребляемой воды, что плохо, как мы все понимаем. Ладно, следующий этап. Проколол секбайтрилом в бедро. Довольно увлекательный процесс, при большом количестве животных особенно, как скоротать сутки. Но, забегая вперед, скажу. Я сейчас полностью отказался от использования данного антибиотика. В борьбе с пастерилезом, вопреки бытующему мнению ветеринаров, на мой взгляд, это была стрельба холостыми, по моим наблюдениям. Когда во время второго пришествия пастерилеза, уже в острой форме, я вынужденно разделил животных на три группы, которые получали три разных антибиотика у меня. Первая группа получала остатки байтрила, вторая нитокс-200, действующее вещество окси-тетрациклин, и третья группа получала ветбицин-3, это препарат из группы пенициллинов. Так вот, по байтрилу в борьбе с пастерилезом самая удручающая статистика. Заболевшие животные, несмотря на инъекции, все умерли. Те, кто не имел симптомов на момент начала терапии, заболевали, несмотря на уколы антибиотика. Поэтому этот препарат, довольно известного западного фармагиганта, покинул мою аптечку. Второй антибиотик, нитокс-200. Производится у нас в Армавире, если не ошибаюсь, тетрациклиновая группа. По нему статистика существенно лучше, смертность по-прежнему высока, но из группы критических животных со стремительным ухудшением троим удалось полностью восстановиться, что очень-очень редко. Из тех, кого колол нитоксом для профилактики, заболела лишь пара животных. То есть у них появились видимые симптомы уже после начала терапии. В борьбе с данной болезнью это однозначно лучшая статистика из тех антибиотиков, которые я применял. И еще один антибиотик, Ветбицин-3, подмосковный производитель. Там есть еще у них в линейке Ветбензицин-3. Также это все пенициллиновая группа. Разницы между ними вообще не увидел ни по описанию, ни по фармакологическому действию. Возможно, просто какой-то ребрендинг там. Ну, вот и то, и то один производитель и пенициллиновая группа, имейте в виду. Но я применял этот антибиотик уже в самом конце истории с пастерилезом, поэтому в полной мере оценить его эффективность не могу. Но он специально предназначен, судя по описанию, для пастерилеза. И заболевших после его применения профилактического уже не было. Ну, правда, там уже и инфекция пошла на убыль. Минус этого препарата то, что это порошок, который надо разводить водой для инъекций или физраствором. Также неиспользованный остаток препарата не хранится. Ну, вот поэтому, в принципе, я сейчас в качестве антибиотика широкого спектра у себя поставил на вооружение окситетрациклин, препарат Нетокс-200. Флакон 100 мл, 265 рублей. Шесть флаконов я купил в разгар битвы с пастерилезом. Продолжаем калькулировать. Это 1600 рублей. Плюс еще. Ветбицин-3. Еще рублей 400. Плюс вода для инъекций и шприцы. Ну, пусть все это будет еще около 1000 рублей. Ну, если кто будет применять вообще антибиотики, скажу так, что тот же Нетокс-200 у меня доказал свою эффективность в борьбе в том числе и с инфекционными ринитами. Ну, а уж банальные стриптококи и стафилококи для него вообще ерунда. Если вдруг абсцессы имеют место быть, то я вот калю спокойно и знаю, что все в порядке будет. Скажу о дозировках. Взрослым животным я калю по 0,5 мл внутримышечно в бедро. Через день. То есть всего три укола. Ну, чтобы наверняка уже добить возбудителя. Крольчатам до двух месяцев уменьшаю дозу где-то до 0,3 мл. Ну, а крольчатам до месяца антибиотики вообще не назначают. Предполагается, что они получают все необходимое от матери. Еще один важный момент относительно антибиотиков. Применение антибиотиков беременным самкам. Вообще это противопоказание явное. Везде написано, что не применяется. Разумеется, если у вас свирепствует инфекция, то покрытия любые надо прекратить до завершения лечения и профилактики. Ну, кто же заранее знает. Инфекция нападает внезапно, а у вас самка на сносях. Я, несмотря на противопоказания, прокалывал все поголовье, включая своих сукрольных самок. Логика проста. Антибиотики могут повредить будущим крольчатам, но могут помочь защитить самку. Постерилез убьет всех наверняка, если ничего не делать. Из двух зол выбираем жизнь самки. К сожалению, акролы, самок, которым применялись антибиотики, в 60% случаев имели печальный итог. Крольчата рождались мертвыми, недоразвитыми, с пятнами, как при внутренних кровотечениях, или умирали в течение пяти первых суток. Но в 40% акролов, таких самок, которым препарат тот же применялся, все прошло нормально. И крольчата полностью соответствуют нормам. Есть тут еще один подводный камень. То есть, либо это воздействие инфекции, либо как раз применение антибиотиков во время беременности. Я склоняюсь к антибиотикам. Это приводит к тому, что абсолютно все роды в этот период проходили с серьезными кровотечениями у крольчих. То есть, в мирное время без антибиотиков такого никогда не было. Да, случается, что небольшие пятнышки от родов остаются там в крови. Ну, видно там либо на фанере, либо где-то еще. Но тут прямо лужи крови очень много. Кровопотери большие. По этическим причинам кадры, конечно, я такие не буду показывать. И вот эта кровопотеря, к сожалению, у меня привела к смерти трех весьма хороших и опытных крольчих. То есть, вот имейте в виду, применяйте антибиотики. Идем дальше. Я решил, что только одной антибактериальной терапии недостаточно и решил сделать для своих кроликов максимум из возможного. Во-первых, еще летом после первого звоночка я кинулся искать вакцину от пастерилеза. И был весьма удивлен, когда не смог найти ее в продаже вообще. Все объявления и витрины интернет-магазинов были двухгодичны и ранее давности. А ныне ее в продаже в России мне найти не удалось. Позвонил производителю. На фабрику сказали, что в настоящее время не выпускается. Все. Начал читать форумы. Люди пишут, что вакцины выпускались, но были сняты с производства и чуть ли не запрещены вообще контролирующими органами у нас в стране. Плюс люди писали, что вакцины были малоэффективны и люди жаловались на них. Приехали. То есть на выработку специального иммунитета к смертельной опасности рассчитывать не приходится. Я нашел лишь предложение о поставке чешской вакцины. Посорил Ол называется. Но только по почте. Все помнят, в каких условиях надо перевозить и хранить вакцину. Правильно. Вопрос отпал сам собой. В Украине, кстати, как раз эту вакцину, именно чешскую, можно купить. В ВЕТ-интернет-магазинах я видел довольно много предложений. Но по поводу самостоятельного приобретения вакцин за границей я в одном из видео уже высказывался, не буду повторяться. Идем дальше. Я решил купить специальную сыворотку против пастерилеза, сальмонелеза и других заболеваний крупного рогатого скота. Флакон 100 мл стоит 450 рублей. На мое поголовье 10 флаконов 4,5 тысячи рублей. Да, я высоко ценю своих животных. Насчет дозировки. Расчет непростой, с учетом того, что даже маленькие телята в 10 раз больше любого кролика. Но я попробовал самые разные объемы, дозировки. Путем прикидки по весу я пришел к показателю, что для профилактики доза 1 мл на 1 кг веса кролика. Для лечения уже заболевшего в 2 раза больше. 2 мл на 1 кг вес. Колем внутримышечно, но в другое бедро я уже колол, относительно антибиотика. Но я попробовал и такие схемы лечения, при которых колол и в 4 раза больше. То есть объем на кролика приходилось по 20 мл, по 25 даже мл на 1 кг веса кролика. Но результат был абсолютно одинаковый. Чем сыворотка вообще отличается от вакцины? Вакцина это по существу деактивированный, полудохлый такой возбудитель болезни, которого формальдегидом и определенной температурой приводит в такое неактивное состояние. Но нужно поддерживать определенный температурный режим, чтобы сохранить именно это вот состояние. Сыворотка это не возбудитель. Ее выделяют из крови, из тканей животных, которые уже переболели болезнью. То есть у которых есть антитела в крови против этой самой болезни. И вкалывая эту сыворотку, мы передаем нашим животным эти самые антитела, чтобы они могли атаковать болезнетворных агентов данного типа. Ну это вот если в двух словах. Сыворотку при этом надо перед применением нагреть на водяной бане до 37 градусов примерно и затем уже колоть. Теперь результаты. Сыворотка никак не повлияла на статистику заболеваемости и смертности. Какую бы дозу я ни колол, я колол одним животным 5 мл, другим 10 мл, третьим 25 мл. Никакой разницы и главное никакого эффекта я не заметил. Тот же почихунчик получал сыворотку чуть ли не через капельницу. Не помогло. Уже заболевшие животные с явными симптомами под сывороткой угасали ровно так же, как и без нее. Даже на скорость не влияло. Я допускаю, что использование сыворотки для крупного рогатого скота по отношению к кроликам некорректно. Но я пришел к этому способу не просто так, не сам выдумал, а встречал именно такие рекомендации крыльководов в интернете, в статьях, на форумах и так далее, что, дескать, хорошие результаты лечения для профилактики, мол, отлично. Мои результаты говорят об обратном. Никакого эффекта вообще. Итого. За время лечения для спасения своего поголовья я потратил 18,5 тысяч рублей. Стоило ли оно того? Не совсем. Покупка сульфаниламидов 10 тысяч рублей и сыворотки 4,5 тысяч рублей были бесполезными, на мой взгляд. А вот оставшиеся 4 тысячи рублей на антибиотики уже выглядят вменяемо. Чему меня научил этот опыт? Первое. Статьи в интернете часто пишутся людьми, имеющими слабое представление о проблемах. Второе. Ветеринары также чаще всего не погружены в проблему достаточно глубоко. Кролики явно не приоритетное направление для них. Но об этом у меня уже было отдельное видео. Третье. Если бы сейчас случилась такая беда, я бы не боролся за каждое животное. Проблема пастерилеза в том еще, что даже убив бактерию, ущерб, который она наносит организму животного, в 80% случаев фатален. С самой интенсивной терапией вы лишь продлеваете его мучения. Легкие и другие органы не восстановятся. К сожалению. Поэтому, как бы ни было тяжело и жалко, увидели симптомы, забиваем сразу. Не ждем дальнейшего распространения. Да, у меня теперь есть несколько животных, которые благодаря лечению, несмотря на свое критическое состояние, выжили и полностью смогли восстановиться. Все абсолютно функции. Пара крольчих за время лечения у меня потеряли почти половину веса. При этом животное абсолютно ничего не ест. Его приходится поить и кормить вручную. Но сейчас эти крольчихи вернули свои кондиции. Была практически разница в 200 грамм. Ерунда. То есть, в принципе, они полностью восстановились. Проходя мимо их клеток, глядя, как они едят там сено или что-то еще, я, конечно, понимаю, ради чего я так вот с ними возился. Но скольких мне не удалось вытащить из критических и с теми, у кого были явные симптомы. Из них выжили лишь 10-20%. Очень низкая статистика. У других либо антибиотики не успевали подействовать, либо они умирали уже через полторы-две недели после терапии от общего такого истощения. И не смогли просто оправиться полностью от повреждений, наносимых болезнью. Да, еще упомяну, что в дополнение к тем медикаментам, о которых я уже сказал, я пробовал колоть части своих животных иммуномодулятор. Ну, чтобы поддержать как-то их немножко. Ну, мое мнение такое, что при такой серьезной войне от данных средств пользы, как от противомоскитной сетки на окне во время арт-обстрела. Но я пробовал все из доступного. Ну, просто я для себя в самом начале этой эпопеи решил, что буду спасать свое маточное поголовье любой ценой. Ну, и все равно я понес довольно серьезные потери. Поэтому, если есть симптомы, пусть даже у маточных животных, надо забивать. Надо забивать животных. Лечить бессмысленно. Плюс жесткая профилактика. И еще, если у вас при этом есть в хозяйстве животные на откорме, молодняк, по возможности забивайте сразу, не дожидайтесь. Пусть это будет пораньше, чем у вас было по плану. Но дело в том, что молодняк поражается постерилезом моментально, массово, и лечению, в принципе, не подлежит. Выживаемость нулевая. К сожалению, постерилез оказался для меня довольно такой тяжелой и обширной темой. Так что я уже, которое видео, никак не могу уместить всю информацию в какой-то один ролик. Поэтому в следующий раз я расскажу о всех мерах профилактики, которые я применял и применяю. И как вообще снизить риски заболевания постерилезом, ну и другими инфекциями. Спасибо за просмотр, друзья. И до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Фермер-Одиночка.